так ну вот приехали мы на монтаж печи в домике на дереве у нас снизу должен воздух засасываться чтобы охлаждать стенку вывели переход по сэндвич трубу сделали потолочный проходной узел а стекловолокно как раз предотвратит нагревание поверхности деревянных и амбулина в том числе все это стоит на месте которое будет греть еще и второй этаж всем доброго дня с вами компания печный мир сегодня мы приехали к игорю елкину канал елкин двор игорь ведет да ты занимаешься отсюда сначала деревообработка пришел к тому что в тайгу ушел до приехали смонтировать печь вот но на таком интересном объекте сейчас сделаем небольшую экскурсию игорь покажет что он придумал но им расскажешь на и зачем вообще это всегда надоел город или все что-то переезжаешь в лес но город многим надоедает кому надоедает город но нет возможности уехать тут просто смотрит канал как я думаю наслаждает пойдем покажу ну во первых как бы до 4 сосны это основа на них сделаны обжимки на обжимках сделаны стропила на которых уже лежит сама платформа обжимки на шпильках шпильки также дополнительно через через обжимки сделаны вкрученные глухари такие мощные помимо того что обжимка обжимает сосну она и так никуда не денется небольшие глухари сразу если будут вопросы у кого-то почему вот в лесу и как-то разрешил я ездил в лесничество на моем канале есть ролик то есть я приезжал спрашивал что мне нужно для того чтобы вот разрешение все официальный вопрос официальных разрешений нет официально это только договор через конкурс да это аренда участка ну а зачем устроишь а ваш хочу я же не из не использую материалы ресторан все завозное еще плюс слежу как бы за сорян и за порядком да за этим участком леса подъемная лестница когда меня здесь нет или на ночь я под лебедкой поднимаю эту подъемную лестницу чтобы и медведь ночью не пришел или там кто-то не на хулиганил да то есть лестница это такая подъемная а как туда попадаешь чтобы а вот меня многие спрашивают конечно я не скажу как я попадаю ну ладно это станция секретно да сколько высота от по ну здесь уклон если там где-то около четырех метров то высокой точке там не меньше на пяти с половиной и надо осторожно здесь ходить потому что ограждение пока нет так высоте уже привык но это кстати не очень хорошо но вообще тут высоко довольно таки платформа для чего во первых да я здесь поставил верстак буду создавать какие-то изделия здесь работать также да только на природе для так сказать фэн-шуй вот ну и визу начала здесь историк здесь кресло будут здесь чай попить отдохнуть полюбоваться природа за плитка костровища есть мы сам дом ночевать еще не начал нету что двери окон пока нет печи нет кстати говоря да почему мы здесь сегодня будет установка в этом сам дом два этажа три на три как вот мне даже вдвоем если я там с подругой со своей приеду это будет достаточно наверху два спальных места внизу там обеденная зона кресла ну вот печенье обогрева нету отсечки 2 даже второй этаж есть нет лестницы и не только нет двери вот полы только частично поэтому все в процессе приходится помимо того что у меня есть основная работа работаю я в смену между сменами приезжаю сюда что-то делаю и приходится подрабатывать финансы потому что это все денег стоит вообще-то хобби ну конечно это хобби для души лес но многим лес нравится можно просто прийти в лес и погулять кто-то ходит собирать грибы кто-то охотится ну я не охотник ты не сборщик там этих всех ресурсов да вот но мне нравится крафтить из дерева разные штуки мне нравится находиться на природе поэтому вот почему бы нет в этом флотный контакт утепление громко сказано дом домик каркас внутри утеплитель 10 сантиметров кровля 15 сантиметров утеплитель полы будет тоже 10 сантиметров утеплителя ну и фанера ну два окна наверху два окна вот я думал либо винтовая да скорее всего обычная прямая какой-то приступок или забежная какая-то конструкция ну и сама лестница у нас как двойной свет так называемый да вот это открытое пространство до чтобы тепло шло и на второй этаж домика печь встанет в этом углу соответственно дымоход пойдет очень близко к дереву нужно какая-то до изоляции защита пойдет через кровлю печь небольшая легкая учитывая то что это дом на дереве она должна быть легкая но помогли мне в печном мире определиться с выбором печь уже есть дымоход есть и комплектующие есть но дело за вами но все запускаем так ну вот приехали мы на монтаж печи в домике на дереве что нам понадобится ответственно сама печь мы ее уже занесли маленькую чуть позже покажем на стену мы крепим термопанели термалика на керамические втулки то есть они будут до потолка да они практически будут до потолка там где одноконтурный а где 1 идет одноконтурная труба соответственно дымоходы из теплов и сухов тоже продаются в магазине печной мир все выстраиваем термопанели ставим печь на такую же термопанель с притопочным листом выводим дымоход до верху до получается крыши прорезаем в крыше отверстие 40 на 40 не отверстие квадрат заводим туда сделку до потолочную разделку потолочно проходной узел герметизируем получается стекловолокном огнеупорными или керамический мат от компании кира бланкет он получается не пропускает воздух холодный извне теплые не выпускает изнутри ну и создает соответственно пожарную безопасность но он уже будет устанавливаться полтолочь на проходном узле на сэндвич трубу то есть через потолок будет проходить нас уже сэндвич труба ну и также водоотлив до соответственно сверху крыши андулин сверху ставим мастер флэш вырезаем отверстие здесь то есть по колечкам очень удобно нужный размер они все подписаны да то есть под нужный размер вставляем проходим герметиком битумным два слоя и крепим на кровельные саморезы по контуру труба выведена то не пугает высота не пугает глаза боятся руки делают на самом деле там когда стоишь уже на платформе ты ощущаешь высоту платформы они вот эту то есть это нормально и все за сегодня мы этот монтаж закончим конечно сколько планируешь по времени по времени но все будет зависеть от термопанели в среднем где-то это ну четыре четыре с половиной часа так ну смотрите что мы сделали здесь уэсби но мы дополнительно для термопанели поскольку они тоже вес имеют усилили направляющими на две стены рейками и к ним уже непосредственно будем прикручивать у термопанели термалика то есть они 60 на метр двадцать крепятся саморезами длинными и керамической втулкой то есть так прошивается и будет крепиться уже непосредственно к этим направляющим соответственно конструкция вся будет жесткая ну и пожаробезопасная я померил термопанель разметил ее все то есть от всех сторон 5 сантиметров взяли чтобы они закрепились у нас термопанели сейчас мы соответственно просверлим отверстие чтобы у нас болты эти саморезы плотно вошли в эти отверстия но не создавали напряжение и также с другой стороны будет вешаться керамическая втулка чтобы они держались диагонально и втулки не падали то есть вот на термопанели мы теперь закручиваем саморез 4 миллиметра толщина диаметр сверла чтобы саморез плотно заходил подкручиваем и все керамическая втулка сюда ставится и уже свободно стоит то есть не болтается прикрепили мы первую панель здесь сделали отступ 4 сантиметра для чего это нужно у нас снизу должен воздух засасываться чтобы охлаждать стенку он как раз виде конвекции будет идти и охлаждать полностью стену чтобы дерево не нагревалась и вот как раз вот здесь можно видеть сбоку что стоят керамические втулки с отступом то есть это дает хорошее охлаждение именно стене ну и также сейчас будем монтировать боковые термопанели и полностью до верха по вертикально стене у нас эти панели уйдут ну вот знаешь мы здесь прикрутили четыре термопанели 2 на одну сторону 2 на одну сторону 2 на другую то есть там сейчас термопанель будет резаться напополам по 60 сантиметров и как раз она у нас пройдет по прямому участку перекроет все сейчас мы положили лист термалики потом притопочный лист и поставили печь но мы сейчас пока просто прикидываем монтаж дымохода еще не ведем мы и прикинули как она будет стоять у нас все ли устраивает куда сместить прочее и здесь еще принято решение что поскольку печь на маленьких ножках у нас здесь кусочек термалики остается мы ее подложим по низу по контуру тем самым создадим в аду что на воздушную прослойку именно между листом термалики и фанерой чтобы у нас меньше был нагрев хотя у нас здесь есть до пропуск но тем не менее обезопасен человека листы термалика нам нужно два кусочка отрезать на стену под размеры я разметил на пол и плюс подложки на пол пилим болгаркой уши м 125 диск используем турбовый то есть он не забивается а пыль очень сильная ну поскольку здесь нет электроэнергии работаем с генератором в средствах защиты перчатки и очки обязательно значит все мы смонтировали боковые термопанели полностью то есть стена у нас все защищена здесь зазор отсюда воздух втягивается так скажем и охлаждая термопанель проходя до самого вверху вверху тоже зазор то есть там циркулирует воздух тем самым охлаждая стену вот как на этой стене так и на этой стене сюда мы значит положили тоже лист термалики на пол плюс сделали из термалики еще подложки дополнительно чтобы там тоже воздух циркулировал и соответственно у нас вообще процесс нагрева даже вот этого листа фанеры был исключен установили мы значит притопочный лист чтобы сюда если что угольки при открытии могли падать чтобы не разлетались то есть теперь переходим мы непосредственно к монтажу дымохода монтаж дымохода начинается с первого элемента это адаптер мама мама чтобы у нас весь дымоход был выстроен по конденсату чтобы не дымило и если будут осадки какие-то попадала именно в печь ставим этот первый элемент смотрим что он у нас не садится плотно в данных печах такое бывает потому что вот это вот отверстие она заужена что он значит сейчас нужно сделать чтобы вот этой юбкой упереться полностью в дымоход нам нужно болгарочкой обрезать по контуру вот эту часть два сантиметра и тогда она у нас на термостойке герметик со шнуром уйдет полностью сядет на эту юбочку сейчас этим и займемся и потом уже пойдем выстраивать дымоходную систему все в итоге вот у нас юбка села полностью плотно теперь начнем сборку дымохода то есть смотрите мы взяли шнур до обкрутили наш дымоход шнур термостойкий посадили плотно этот элемент от которой обрезались обрезали сейчас этот шнур мы обрежем а внутри в юбочки заполнил высокотемпературным герметиком чтобы у нас полностью исключить и попадание туда воды выход дыма герметик нанесли дальше у нас устанавливается перед тем как ставить дымоход любой сначала мы устанавливаем хомут его потом не пихать не гнуть на хомутах есть специальное покрытие краской на концах чтобы эта гайка не выкручивалась до конца и не терялась тоже такая немаловажная штука ставим хомут перед тем как поставить вторую трубу мы также наносим на нее герметик здесь слой тоненький достаточно потому что труба в трубу одного производителя конечно собирается очень плотно это по большей части нужно ну чтобы уплотнить нашу конструкцию и чтоб в процессе монтажа было плотное соединение как я говорил слой минимальный использую у трубы есть соединение сварное всегда этим соединением ставим на незаметную сторону то есть разворачиваем ее к задней стенке устанавливаем трубу потом уже можем обжимать хомутом все хомуты они у нас на шестигранник то есть что мы сделали взяли биту звездочка которая отлично подходит под этот шестигранник ну и соответственно затягиваем это ускоряет процесс монтажа выставляем хомут чтобы он ровно стоять все хомут у нас зафиксирован стоит ровно зажал две трубы мы сейчас сборочку это сделаем потом еще хомуты если нужно будет мы где-то их подправим визуально дальше соответственно что у нас идет дальше идет шибер шибер служит для перекрывания то есть такой элемент у него поворотный сама шиберная заслонка есть небольшой про то проход то есть что это дает это предотвращает попадание угарного газа в помещение то есть это своего рода защита шибер у нас будет ставится вот сюда также у шибера есть соединение сварное ставим его в невидимую сторону но тем самым получаем эстетичный дымоход перед тем как поставить шибер обязательно хомут на шибер наносим также герметик вся одноконтурная система собирается на герметик термостойки все полностью закрыть весь круг не соответственно уже можем ставить плотное соединение у нас вот о чем я говорил если герметика много то он сюда дает очень большую течь за счет того что соединение плотное здесь у нас как бы немного можно его не оставлять а убрать то есть у нас остается бумажечки различные тряпочки аккуратно убираем и у нас хомут хомут уже не марает выравниваем здесь чтобы он стоял вот по этой юбке выше этой юбочки четкое плотное соединение хочу поставить переход сюда по чтоб там под верхом не корячится поставить сразу переход на сэндвич трубу и соответственно его закрутить чтобы мы потом уже этот элемент в полностью сборе выстроили хомут смотрим где у нас шва сварной шов чтобы он соединялся с этим швом соответственно чтобы все было на задней стенке топливаем этот элемент затянули соответственно собрали уже на сэндвич конструкцию трубу теперь соответственно соединяем здесь этот элемент вдвоем это делать быстрее если что один крутит здоровье держит пистолет поэтому обычно занимаются монтажом два человека и устанавливаем дымоход и закручиваем грубо говоря выставили одностенный кортур сейчас мы проверим все по уровню если уровень стоит будем вымерять потолочный узел сейчас сделаем отбережем шнур сделаем отвес отмерим центр разметим квадрат под потолочный узел смонтируем узел обрежем в кровли андулин и уже отсюда засунем трубу и соответственно днем так ну вот мы начали вырезать соответственно здесь была укосина еще дополнительно попалась нам сейчас она идет вот в эту сторону здесь нам тоже нужно будет ее пропилить потом соответственно смерим квадратик если где-то нужно будет подрежем чтобы у нас короб уже туда встал нормально здесь у нас пирог из базальта базальтовая вата утепленной нужно его убрать все дальше у нас идет мембрана влагостойкая мы тоже вырезаем мы добрались до кровли с внутренней стороны доска на которой лежит непосредственно кровь кровля сейчас померяем если она нам не помешает мы ее оставляем если помешает придется немножко вырезать чтобы прошла труба у нас сейчас подготавливаем короб у короба 35 величина нам нужно разбить обрезать под 17 сам короб чтобы он вплотную там стало здесь пластины все закрыла мы здесь сразу вывели переход по сэндвич трубу сделали потолочный проходной узел поскольку толщина кровли была всего 17 сантиметров соответственно потолочный проходной узел сам короб у нас 30 сантиметров мы обрезали лишнее то есть он у нас стал именно по размеру кровли соответственно притянули туда потолочный проходной лист поскольку угол наклона у нас 45 градусов круг не влезло пришлось подпиливать но здесь как бы ничего страшного что так смотрится здесь декоративной накладкой все закроется фартуком и вывели трубу вверх теперь соответственно уже залезу на кровлю распределю стекловолокно по коробу огнеупорная где нужно будет подрежу саму сам андулин тоже стекловолоклом пройдусь по андулину поставлю вторую трубу мастер флэш резиновый уплотнитель и зонтик а потом когда вся конструкция будет смонтирована уже сюда декоративный фартук поставим ну и выровняем трубу если она куда-то у нас ушла так на последний элемент трубы у нас который уже выходит наружу над кровлей он как правило собирается на месте то есть ставится труба вырезается кольца на мастер флэш и под размер трубы они отмечены как ранее говорили потом ставится конус затягивается хомутом второй хомут и дефлектор уже с боковой ветрозащитой и потом этот элемент уже полностью поднимается на крышу и устанавливается на ту трубу мастер флэш ложится на кровлю и промазывается все герметиком битумным подгоняется и прокручивается кровельными саморезами у нас главная задача чтобы вот эти стыки не попадали проходки то есть они всегда должны быть открытыми сейчас нам не хватило мы полметра трубы доставили то есть вывели этот стык чтобы был выше мастер флэша чтобы он был визуально просматриваем их ну и соответственно сейчас мастер флэш вниз опустим хомутом затянем и он наш будет уже виден перед тем как надеть мастер флэш я сейчас потолочно проходной узел обрежу куски стекловолокна и буду вставлять все неплотности заделывать именно в проходку а потом уже мастер флэш надеваем керамический мат он выдерживает 1100 градусов это фактически керамика то есть камень он мягкий не поддается ни горению не гниению вода никак на него тоже не влияет он прокладывается в короб именно как теплоизолятор это раз и основная его функция это конечно предотвращение возгорания то есть он держит температуру если даже вдруг труба по истечению какого-то срока своей службы ну там 10 лет базальт прогорит высыпется или еще что-то то стекловолокно как раз предотвратит нагревание поверхности деревянных и андулина в том числе как не у нас получается здесь андулин на приклепан он и волна как раз попадает на мастер флэш вот мы хотим сейчас что сделать открутить нижние саморезы подвести под него мастер флэш проклеить битумом герметиком и кровельными саморезами прикрепить все это потому что если снаружи будем приклепывать то соответственно очень много будет герметика сюда залито ну еще не факт что он будет держать потому что здесь соединение волн так что лучше нам завести под низ материал мы получается наносим битумный герметик вот по контуру по которому будет сверловка потом дальнейшим кровельными саморезами то есть как мы здесь определяем мы саморез закручиваем если герметик выдавила да по всему периметру значит у нас гидроизоляция полная и уже сюда никакой не дождь не боковой там никак не зайдет и также прокручиваем по всему периметру то есть мы начинаем подвели туда вниз сделали волны потом прикручиваем боковую стенку и начинаем загибать по волнам двигаясь к следующий этап последняя закроется в общем у нас кровельные работы все закончили мы уплотнили мастер флэш подогнули по волнам нагитом битумный герметик посадили саморезами все прокрутили трубу выровняли полностью изготавливаем и печь уже к растоп очки колосник идет у такой маленький небольшой ставится на эти платформы все у нас установлен поддувала довольно глубокая сейчас будем растапливать после того как мы смонтировали все мы подготавливаем уже непосредственно печь саму к растопке убираем весь строительный мусор весь инструмент который нужен был нам в процессе работы чтобы уже растопил человек печь и не парился что у него где-то что-то зашаяло задымило вот и нам визуально наблюдать хорошо что ничего не валяется где какие у нас нечеткости возможно где-то в соединении труб или еще что-то сразу они проявляются допускаешь дым приоткрываем немножко поддувала чтобы снизу приход воздуха был приток потому что дымоход сейчас холодный когда разогреется тяга хорошая будет но сейчас лучше ему дать побыстрее прогреться когда шибер повернут 3 дым сразу пошел отсюда значит закрыт дымоход шибер открыт ножкой вниз и тогда тяга идет отлично вот сейчас растопили мы все печь щелкает она трескает все хорошо значит работает тяга есть труба уже горяченькая рука уже не терпит печь сейчас после растопки когда накалится нагреется краска будет обгорать будет запах но это только при первой растопки потом помещение нужно будет проветрить трубы как правило вот эти первые участки меняют цвет немножко то есть цвета появляются но это от температуры это в принципе нормально евгений я благодарю за проделанную работу на моей лесной заемке да надо остается еще закрыть контур чтобы здесь стало тепло ну в смысле чтоб тепло не уходило чтобы я не лес грел а себя меня что-нибудь здесь еще приготовить вообще будет здорово ну блин конечно это уюта добавилось один вид один вид уже греет да круто описывается здесь как раз очень небольшая свое место заняла здорово ну и как говорится если все по фэн-шую еще сделано тогда это вдвойне приятно правильно теплоизоляция небольшая легкая печь что важно для дома на дереве что она легкая конвекция все это стоит на месте которая будет греть еще и второй этаж ну в общем я говорю все по фэн-шую все здорово все просто нравится ну вот такой контент сегодня получился для вас хотели полностью показать весь процесс сборки печи здесь отопительная печь как она собирается то есть какие элементы используются так что смотрите ставьте лайки подписывайтесь стараемся чтобы наши видео были эксклюзивными интересными только для вас